Ты не обозрела? Обозрела, но культурненько. Да, пишем? О, оптимизм. Непоследовательный и талантливый. С 5 января в музее Рижской биржи потянулись поклонники классической живописи. Выставка «Метафизика света», посвященная творчеству Ивана Айвазовского, одна из самых ожидаемых экспозиции этого сезона. Я поняла, что уже испорчено современным искусством. С перформансом все просто. Стой да критикуй. А что скажешь по поводу такого мэтра, как Айвазовский? Ну, волны, ну, красиво, все такое. Но, тем не менее, постараюсь включиться, рассказать что-нибудь интересное. Итак, крымский армянин Аванес Айвазян считается самым популярным художником 19 века. Обласканный при жизни, он не расстается популярностью и после смерти. Самый востребованный, самый продаваемый. В общем-то, что касается Айвазовского, понятие «самый» — это даже не преувеличение. Есть такая история из его жизни. На одном из своих юбилеев, на котором он устроил шикарный обед и на котором собралось немало именитых гостей, Айвазовский обратился к своим гостям. Мол, простите, пожалуйста, повар не успел приготовить десерт. И пока гости отходили от шога, прислуга стала разносить маленькие пейзажи руки Айвазовского. Каждому гостю по одному. Минута понтов засчитана. Молодец, Ваня. Метафизика света в музее «Рижская биржа» — это не просто коллекция полотен известного мастера. Вот, мол, что смогли, то и собрали, любуйтесь. Здесь в основе концепции. А в основе концепции свет в его творчестве. Разный. Утренний, дневной, вечерний, закатный, рассеянный. Свет вообще доминирует во всех работах художников. И благодаря свету можно почувствовать особенную эмоциональную гамму, которая у каждой картины своя. Что это значит? Это значит, если долго смотреть на картину, где все озарено лучами заходящего солнца, на море — штиль, а на берегу маленькие фигурки людей, которые безмятежно гуляют, мы невольно вовлекаемся в этот процесс любования природой. А если долго залипать на шторм и тонущий корабль, то возникнет чувство легкой тревоги. Именно так это и работает, потому что искусство вообще штука эмоциональная. Знаете, в чем главная фишка работы Ивазовского? На каждой из них что-нибудь да указывает, что человек спасется. О, оптимизм. Что поражает и восхищает память Ивазовского. Критики часто его обвиняют в том, что маринист в море с натуры-то и не писал. Но это не совсем так. Он часами наблюдал за стихией, а потом возвращался в свою студию и творил. И творил, надо сказать, очень быстро и по памяти. На какие-то работы у него уходило несколько часов, а на какие-то — несколько недель. Например, три. А еще ему неважно было где и что писать, лишь бы море. Например, в Феодосии он творил итальянские пейзажи, а на Украине писал Северное море. Непоследовательный и талантливый. В Риге выставлено 23 работы из пяти музеев. Своей коллекцию представили Латвийский художественный музей, эстонский художественный музей, художественный музей Тарту и Нарвы. А также впервые здесь оказались работы из Одесского художественного музея. Среди представленных работ есть прямо культовые. Например, Пушкин на берегу Черного моря. Работа прямо хрестоматийная. И эта хрестоматийная работа была во всех сборниках сочинений нашего «Всё». Однако того хрестоматийного Пушкина писал Репин о море Айвазовский. А этого написал сам Айвазовский вместе с морем. Ох уж эти коллаборации. В общем, сложная схема, не пытайтесь разобраться. Но однозначно у Репина Пушкин получился лучше. Но море он бы так никогда не написал. И вообще, на выставке Айвазовского Пушкин был личным, что уже считаю очень круто. За всю жизнь Айвазовский написал около 6000 работ, за что не раз подвергался критике в академических кругах. Считал, что такая скорость — признак небрежного отношения к живописи. Ребята, вам бы на современную биеннале вы вообще бы обалдели. В 1886 году в Риге прошла первая выставка «Картина Айвазовского». Правда, самого мастера на выставке и не было. Однако после мероприятия он подарил Рижской художественной галереи свое полотно «Туман над морем». Стоимость представленных в Риге работ не указывается, что благоразумно. Однако я погуглила, потому что мне захотелось узнать конкретику во фразе «баснословные деньги». Я выяснила, что на мировых аукционах картина Айвазовского уходит за 2-3 миллиона. Именно поэтому из всех русских художников он подделывается чаще всего. Кстати, о криминале. Это полотно, вид на Везуви за день до его извержения, было найдено в 80-х годах 20-го века за обшивкой корабля в эстонском порту. Его хотели вывезти нелегально, но не смогли. Зато была обнаружена целая контрабандистская группировка. Или банда. В общем, всех накрыли. В 1900 году Иван Константинович написал свою последнюю картину «Взрыв турецкого корабля», лег спать и больше не проснулся. Шикарно ушел, я считаю, и шикарно жил, я считаю. А познакомиться с его творчеством можно до 5 января в музее «Рижская биржа». И не стоит наивно полагать, что до 5 января еще уйма времени. Все. Или портов? По-моему, портов. Вот и я так думаю. Но скажу, что в порту целая банда контрабандистов была обнаружена. Что я говорю? Минута понтов засчитана. Молодец, Ваня. Минута. 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 Минута.